Аварит Москва! Германия полностью разгромлена! Я служил в Китае в 195-м артиллерийском полку 91-й стрелковой дивизии Духакшина Хинганская, и она называется полк и дивизия. В 44-м году меня взяли по армии прямо из школы, с 8-го класса. 27 ноября 44-го года я уже, нас направили в запасной полк в город Сердобск, Пензенской области. Полк связи. Я там проучился, в этом полку связи, значит, ну, нас там готовили вроде и на запад, что война не кончилась же. Нас дважды одевали, переодевали, понимаешь, ну, война кончается, нас после немножко держали там еще, ну, полк связи, это значит, мы запасной, это учились связистами. Кончается война, нас перевозят в Монголию. В Монголии мы там, ну, это самое тяжелое время в Монголии было. Ни воды, ни хорошего питания, понимаешь, а нас каждый день, значит, подымали и по тревоге, и мы на учение, на учение, на учение, с боевыми стрельбами даже были. Около трех месяцев мы там были. Потом объявляют войну с Японией. 9 августа 45-го года мы пошли в наступление. Малый Хинган прошли, это самые трудные. Студа бекер заходит, лебедкой тошили мы все эти орудия. В первой станции мы вступили в бой. Японцы с гор стреляли по нам, понимаешь, там, по этой станции. Мы еще раза два или три вступали в небольшие, это, помню, аэродром и еще там, понимаешь. И мы прошли эту Манжури всю, остановились, город, прошли Мугден, Харбин и дошли до Чинчжоу. Это недалеко от порта Артура, а там, значит, это самый большой порт Дайрен. Ну, и он по-другому сейчас называется, понимаешь, ага. Там мы остановились. Я закончил там эти курсы, мне присвоили младшего сержанта и направили в другое подразделение уже, не в наш пол. Служил в Китае 6 лет, по 51-й год. Вот, знаете, когда эта война еще под снарядами, это же страх божий, понимаешь, страх божий, я не знаю. Ну, как-то вот получилось, я выжил, выжил в Монголии, понимаешь, там же, там давали фляжку водички темной, которой нельзя и пить, понимаешь. И хочешь, сразу выпей, хочешь, береги, как хочешь, там никто уже не даст. Там такая вот была. А когда в наступление пошли, там пускали вперед этих солдат, чтобы выкапывали колодцы, чтобы пехот-то идет, им надо. Ну, и ее тут же заминали, солдат, потому что ничего не получалось, понимаешь. А когда подошли к Малому Кингану, нас предупреждали, ради бога, не пейте сразу много воды, чтобы воспаление этих не получить, понимаешь. Ну, у нас все равно, солдат есть солдат, дорвался, холодная вода, и, понимаешь, у нас два человека, понимаешь, это, ну, они заболели, их отправили. Дослужился я до старшего сержанта, да, вот. А потом демилизовался в 51-м году, пришел сюда домой. Дома одна моя мать, брат в армии, у меня, значит, отец, отец Гильдин Алексей Степанович, он был призван в армию сразу в первых числах августа. И попал под Москву, обморозил ноги, он писал, значит, матери уже, я же матери писал, говорит, что Евдокия, если мне фаланги вроде отымут, то меня могут демилизовать. А у него все отошло, ее снова на фронт направили. Как-то раньше в детстве я вот не помню, чтобы было принято об этом громко как-то говорить. И я очень долго даже и не знала, что мой отец участник войны. А чем старше становились, тем вот как-то все настойчивее это желание узнать, кто мы, откуда, и как наша семья связана с Великой Отечественной войной. Я узнала о том, что мой дедушка не просто пропал без вести, как написано в Красной книге, а с открытием базы данных мемориал Министерства обороны нашей страны стали оцифровываться документы. И стали появляться сведения не только те, которые были раньше в открытом доступе, но и так называемые донесения о безвозвратных потерях. Я нашла сведения о том, что в донесении о безвозвратных потерях было написано, что Ильин Алексей Степанович, все данные его, бабушкины данные, погиб 9 июля 1942 года на станции Назимова при воздушной бомбежке. И это было как раз в год предыдущего юбилея, но это было уже накануне, это было буквально вот перед самым 9 мая. К 9 мая они как раз делали реставрацию, реконструкцию этого мемориала, и фамилия его была внесена. И уже на следующий год, я 9 июля в год, в день гибели, я была уже там, на этом мемориале. Это непередаваемые чувства. И больше того, мне очень повезло, что я встретила человека, который был свидетелем этого. Это Мария Григорьевна, которая в этот же день, а ей было 16 лет, она также, этого же года рождения, что и мой отец, она была дежурной по станции. И вот она рассказала о том, что пришел санитарный поезд, состав с ранеными. А это станция 57 километров от Великих Луг. А Великие Луги оказались, когда немец начал отступать, они оказались в центре, вот в эпицентре этих военных действий. И практически от Великих Луг не осталось ничего. И вот там была обводная дорога, которую построили во время войны, которая вела в обход центральных путей, поскольку там все было оккупировано. Вот пришел санитарный поезд. Налетели три мессершмитта, которые буквально в 15 минут расстреляли весь этот санитарный поезд. И она говорит, мне было до такой степени страшно и неожиданно, что я залезла под стол. А когда все прошло, когда вылезли, она еле-еле отыскала начальника станции. И вот уже начальник станции по телефону связывался с соседними деревнями, чтобы высылали подводы для раненых. Потому что раненых было очень много. А те, которые были уже убиты, их просто под насыпью хранили вдоль железной дороги. И только в 1957 году сделали эту братскую могилу. Были перезахоронены останки тех, кто в 1942 году был похоронен вдоль железнодорожного полотна. Сейчас там все ухожено. Люди, которые там живут, очень бережно относятся и ухаживают за могилой. 9 мая обязательно проходят митинги. Мы знали, что брат, на которого приходило две похоронки, это был Украинский фронт. И буквально с разницей в один месяц, октябрь и ноябрь. И в той и в другой похоронке было написано, что он убит. Дважды бабушка получала эти похоронки, отплакала. А оказалось, что он пришел живой. 9 мая это праздник жизни, который мне остался. И я вот, посмотрите, мне 92 года, через две недели, понимаешь. Вот, я еще на ногах, руки мучил. Аварит Москва. Германия полностью разгромлена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова